Если под боком нет океана, сойдет и бассейн. В осеннее время, когда сезон летних отпусков закончился, посещение бассейна становится особенно актуальным. Пожалуй, до самого следующего лета. Ведь с сентября по май погодные условия не позволяют нам поплавать в озере или речке. А бассейн – один из самых простых и приятных способов в любое время года получить хорошую порцию бодрости и вернуть телу тонус. Бассейн – это, наверное, самое лучшее, что на сегодняшний день есть для человека, который хочет вести здоровый образ жизни. Потому что в бассейне, во-первых, идет расслабление нервной системы, укрепление мышечной системы, очень хорошо тренируется сердечно-сосудистая система. А также для женщин это улучшение фигуры, а для мужчин – укрепление их силы. Несомненно, плавание укрепляет общий иммунитет организма и практически не имеет противопоказаний. Однако, поскольку в бассейне обычно всегда тепло и влажно, он считается благоприятным местом для размножения различных бактерий и микроорганизмов. Поэтому, если вы собрались в общественный бассейн, то следует прежде всего обратиться к врачу для получения справки. В бассейн нельзя приходить людям, у которых тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы. Также не посещают бассейн люди с инфекционными заболеваниями. Если вода обеззараживается правильно, то при этом заразиться в воде нельзя. Ничем. Правильное обеззараживание включает в себя ежедневную циркуляцию воды к очистительным фильтрам и обратно. За день вода совершает полноценный круговорот. Также самый распространенный способ обработки воды в бассейнах по сей день – хлорирование. Поскольку содержание остаточного хлора всегда контролируется, этот метод безопасен для здоровья. И аллергическая реакция возможна лишь в очень редких случаях. Бассейн у нас обеззараживается гипохлоридом натрия, который мы получаем в процессе электролиза из поваренной соли. Каждые два часа я, как химик, беру пробу воды и проверяю воду на содержание гипохлорида натрия, то есть концентрацию хлора, чтобы она была в норме. Также меряется температура. Глядя визуально на воду, вы должны видеть, она прозрачная. Вот это для вас, когда вы не сильно понимаете в химии, значит, вот вам визуально, вы должны видеть прозрачная голубая вода. Если зеленая – это водоросли, мутная – тоже грязь. Благодаря неоспоримой пользе для здоровья и самочувствия в бассейне можно встретить и родителей с маленькими детьми, и людей пожилого возраста. Приходят для того, чтобы укрепить мышцы, да и просто для души. Плаванием давно занимаюсь, в этот бассейн уже хожу лет семь. И польза в том, что это здоровый образ жизни. Я хожу прежде всего для здоровья, так как известно, что плавание благоприятно влияет на всю систему организма, и на сердечно-сосудистую, и на дыхательную, и на костно-мышечную системы. Ну и во-вторых, я хожу для души, потому что вода хорошо снимает стресс и расслабляет. Самый оптимальный вариант для водных занятий в бассейне, по мнению врачей, 2-3 раза в неделю по 45 минут. Если вы в течение этого времени действительно будете плавать, а не держаться за бортик с плавательной доской, этого вполне достаточно для того, чтобы организм получил для здоровья все, что ему нужно. Виктория Ходосок, Алена Чернявская, Александр Бутрим. Утро. Студия. Хорошего настроения.